Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» и программа «По существу». Сегодня у нас в студии депутат Государственного Дома Российской Федерации Алена Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте. 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 На режим работы Государственной Думы пандемии никакого влияния не оказало? Все идет по плану заседания по графику? Заседания по графику, только их стало больше, поэтому действительно все-таки пандемия оказала влияние. И я уже говорила о том, что... Прямо противоположный. Да, прямо противоположный эффект, просто равно тому, что нам необходимо было включаться активно во все процессы дополнительные, связанные именно с коронавирусной инфекцией, и сделать все возможное, чтобы все режимы и все задачи, которые ставил Владимир Владимирович Путин, можно было быстро, оперативно выполнить. То есть необходимо было где-то, например, пересмотреть дополнительные меры поддержки, то есть выделить дополнительные средства, например. Это все проходит через Государственную Думу, поэтому нам нужно было обеспечивать процесс. А сейчас какие вопросы, какие задачи на повестке? Для нас, что очень важно, это тот закон, который люди очень просили, и для нас очень важно, что действительно вводится для бизнеса и малого, и среднего, и для пенсионеров, которые оказались в трудножизненной ситуации в связи с тем, что они брали кредиты, и вводится годовая отсрочка. Например, если это касается малого-среднего бизнеса, то этот объем, например, взятых долговых обязательств не должен превышать 15 миллионов. То есть здесь делается все возможное, чтобы не было никаких принятых решений, ну, например, вы знаете, да, то есть когда закладывается, например, имущество и прочее, чтобы оно не было востребовано этими организациями и так далее. И то же самое относится… Чтобы человек не оставить без силу. Конечно, да. И вторая история, это уже связано с пенсионерами, у которых нет никакого другого источника дохода, то есть это, например, два, там, МРОД, например, да, и мы понимаем, что им тоже необходима такая же поддержка, и здесь сумма до миллиона. Поэтому здесь обратить внимание нужно тем, у кого есть долговые обязательства перед разными кредитными организациями, и обязательно воспользоваться этой поддержкой. Мы передали этот закон, потому что мы его уже приняли в трех чтениях, в Совет Федерации, и в ближайшее время уже на подпись нашему президенту попадет этот закон. Еще для нас очень важно, что пока мы готовим обеспечение, вот, собственно, законодательное обеспечение тех поправок, которые мы приняли к Конституции, сейчас нами ведется работа по завершению начатого, то есть это, как минимум, закон, который был внесен нашим председателем, нашим руководителем, секретарем Генерального Совета партии, это Андреем Анатольевичем Турчаком, о народном бюджетировании. Это, правда, очень важный законопроект, потому что люди просят участия, потому что люди платят налоги и просят участия в распределении этих средств. Сейчас, фактически, мы законодательно закрепляем, да, мало того, что бюджет, он и так народный, да, здесь никаких вопросов нет, и это участие, оно должно максимально расширяться. Мы законодательно закрепляем это участие, чтобы ни у кого не было ощущения, что за ширмой можно как-то распределить эти деньги, пускай, конечно, прокуратура наблюдает, да, то есть мы часто слышим, когда где-то кто-то нецелевым образом или превысил свои должностные полномочия, например, да, разные ситуации бывают, прокуратура вмешивается, и чиновник наказан, например, оштрафован или административное правонарушение, или еще, не дай бог, уголовное дело производства начинается. То есть это, конечно, тяжелая история, и желательно их не допускать, значит, но здесь мы говорим о том, что бюджет должен быть максимально прозрачным, и мы закрепляем законодательно, что инициативная группа, не менее 10 человек, может подать идею, ее провозгласить, ее обсудить и внести, например, в муниципалитет, и муниципалитет обязан будет учесть это пожелание, то есть будь это касается парковой зоны, или это будет касаться, например, сельского ДК и так далее, то есть эти деньги, они будут направлены именно сюда. То есть и на любом уровне принятия решений, собственно, да, по поводу денег, это можно будет сделать. И главное, что не обязательно быть даже совершеннолетним для этого, то есть будет учитываться мнение даже группы подростков 16-летних, которые считают, что, например, нужно сделать велопарк или еще что-то такое, да, то есть поэтому для нас, по-моему, это очень хорошая идея и предложение, и более того, не обязательно будет нести свою идею, например, в администрацию и просить встречи с главой администрации, потому что не все главы очень открыты, да, для этого достаточно будет разместить определенным образом свою инициативу в интернете, и это уже будет считаться поданной инициативой. Очень много переходит в интернет каких-то отношений, общественности, гражданского общества и власти. То есть интернет у нас такая вообще всесильная платформа? Это действительно очень сильная платформа, и она очень влияет на характер, не просто характер взаимоотношений, а даже на нахождение чиновников власти, да, то есть действительно очень много таких примеров, и когда у общества есть запрос на справедливость и, например, на определенный характер взаимодействия, и запрос на, даже знаете как, на этику, например, у чиновнического сообщества. И в этой связи как раз я упомяну наш второй законопроект, тоже как раз внесенный нашим руководителем Андреем Анатольевичем Турчаком в Государственную Думу. Это как раз законопроект о недопустимости хамства со стороны чиновников, будь то, кстати, в интернете, на своих, например, социальных страничках, или, например, на приеме при исполнении должностных обязанностей. И здесь, конечно, вводятся очень серьезные требования к самим чиновникам. И, во-вторых, знаете, требования без, например, сопровождения ответственности, они, наверное, не выполняются, да, мне кажется, так часто бывает. Поэтому здесь вводятся штрафы очень серьезные, там, до 150 тысяч рублей. И вторая история – это дисквалификация при первом разе на год, при втором разе на два года, да. То есть, конечно, это должно как-то все-таки воспитывать. Какие у вас планы на лето? Работа. У нас достаточно работы, и пока что мы не говорим о завершении сессии, пока мы не выполним основные планы. И потом у нас сейчас очень большое широкое обсуждение поправок в трудовой кодекс, потому что пока что коронавирусная инфекция существует, мы с ней сожительствуем, скажем так, да. И хоть мы сейчас с вами в студии без масок и перчаток, как было до этого, это не означает, что нам не надо быть бдительными. И почему мы говорим о трудовом кодексе? Потому что, если вдруг будет происходить что-то похожее, чтобы наши граждане были защищены. Потому что в период пандемии все были вынуждены работать на удаленке. Это дистанционный режим, который, да, он закреплен в трудовом кодексе, но при этом, на самом деле, наши граждане остались незащищенными перед работодателем, который их находил круглосуточно и выполнял задание наш человек круглосуточно. Поэтому по инициативе нашего председателя, партии Дмитрия Анатольевича Медведева, мы вносим сейчас изменения в трудовой кодекс и делаем все возможное, чтобы работодатель беспокоил своего подчиненного и своего работника только в определенные часы, в рамках рабочего времени. Да, то есть максимально. А если их беспокоят, то это будет считаться, да, то есть я имею в виду вне этих часов, сверхурочной работой, то есть о которых будет платить. Надо же, сколько новых аспектов всплыло в обычных отношениях, которые устоялись уже, ну, десятилетиями. Да, да. Поэтому, на самом деле, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших работников, а это абсолютно все, потому что коронавирус, на самом деле, он не смотрел, кто ты, где ты работаешь. И одинаково было у всех, да, то есть есть рабочие часы, пожалуйста, вот в это время. И, конечно, ну, более незащищенными оказались наши педагоги, и у нас вот происходит сейчас всероссийское обсуждение, и Чувашия тоже в нем участвует, поэтому все пожелания мы учтем и передадим всем экспертам, которые занимаются этим сейчас в Министерстве труда и социальной защиты, и, конечно, в профильный комитет. Адрес назовите, куда можно отправлять пожелания? Пожалуйста, да. Мы принимаем их в общественные приемные председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева, Ленинградская, 32, или, пожалуйста, по почте. То есть можно прямо зайти на наш сайт, чуваш.ер.ру, и прислать пожелания. Большое спасибо за внимание, берегите себя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова